Привет! Меня зовут Олег. И мне, так же как и вам, предстоит большой выбор. Выбор своего будущего, а точнее университета. Недавно мои друзья рассказали мне о Московском государственном университете инженерной экологии. И сегодня мы узнаем, что он из себя представляет. Итак, мы здесь! Наталья Евгеньевна, меня очень интересует экология и все, что с ней связано. Насколько я знаю, в этом университете есть два факультета, связанных с экологией. Расскажите о них поподробнее. Вот в этой лаборатории вы видите оборудование, которое мы используем, на котором работают наши студенты. Ну и мне, может быть, хотелось бы показать то, что интересно, наверное, первоковстыку и тому, кто только пришел в ВУЗ. Все слышали о полигонах. Но полигон, это же обычная куча мусора, застрипанная землей. Ну, это совсем не так. Вот посмотрите, у нас макет полигона. Полигон – это сложное инженерное сооружение, которое имеет не только котлован, но и специальную геологическую подоснову. Вот видите, там представлен материал. Это не просто слои, которые кладутся вниз на землю. Они имеют дренажный слой для отвода воды. Основная часть отходов бытовых в городе, конечно, поступают на полигоны. Но существуют мусороперерабатывающие и мусорожигательные заводы. Вот макет одного из них. Наталья Евгеньевна, получается, Вы занимаетесь только проблемами отходов? Конечно, нет. Просто мы находимся сейчас в лаборатории отходов. А наш специалист занимается проблемами защиты и водного бассейна, и воздушного бассейна. Это экспериментальная установка, на которой проводят свои исследования наши студенты и аспиранты. Наши специалисты работают практически на всех предприятиях. Везде есть отдел экологический. Мы работаем как основные специалисты на таких предприятиях, как Экотекпром, МОЗ «Водоканал». МОЗ «Водоканал» – НИИ-проект, НИАГАЗ и многих других. Учиться у нас интересно. Вы узнаете действительно много нового. И главное, это может стать настоящим делом вашей жизни. Людмила Сергеевна, я так понимаю, мы находимся в святой святых биотехнологии ВУЗа. Откройте тайну. Именно здесь клонировали овечку Доли? Биотехнология занимается совершенно другими задачами. К биотехнологии относятся процессы, которые связаны исключительно с микроорганизмами. Это либо жизнедеятельность самих микроорганизмов, либо полезные продукты, которые вырабатывают микроорганизмы, либо другие процессы, связанные с целиком микроорганизмами или их частями. Очень большой и важной задачей биотехнологии является проблема утилизации всевозможных отходов. Только с помощью микробиологии и биотехнологии можно переработать такие отходы, которые созданы человеком и не имеют аналогов к природе. Это называется биодеградация. Этим тоже занимаются на нашей кафедре и наши студенты, поэтому могут принимать активное участие в улучшении экологической обстановки в мире. Наше оборудование позволяет выращивать микроорганизмы, начиная с пробирки и заканчивая практически опытно-промышленными партиями. Мы для культивирования микроорганизмов используем качалки, лабораторные ферментеры небольшого объема, ферментационное оборудование практически опытно-промышленных размеров. Так, и выучив все это, кем же устраиваются работать ваши выпускники? Могут работать в таких отраслях промышленности, как пищевая, медицинская, косметическая, производство пива, спирта, вина, фармацевтическая промышленность. Работают они технологами, зарплата у них может быть совершенно разная. Например, выпускники наши, которые закончили позапрошлом году наш институт, они сейчас работают на частном предприятии, которое занимается культивированием клеток животных для получения биологически активных белков из животных клеток как препаратов для больных гемофилией. У них заработная плата от 80 до 160 тысяч рублей в месяц. И живут они прямо на предприятии, им предоставили жилье прямо сразу, то есть одиноким предоставили однокомнатные квартиры, а женатым и с детьми предоставили целые коттеджи. И это производство у нас под Москвой не так и далеко, вполне можно это где-то в районе 40 километров от Москвы, то есть у них практически идеальные условия. Вот так ценятся студенты нашей кафедры. Николай Степанович, сейчас по телевизору мы часто слышим о нанотехнологиях, наноматериалах. Насколько я знаю, вы и ваши студенты занимаетесь именно этим. Не могли бы рассказать об этом направлении поподробнее? Давайте мы определимся с понятием, что такое наноматериалы и нанотехнологии. К наноматериалам относятся материалы, одно из измерений которых меньше 100 нанометров. А технологии, которые связаны с получением, переработкой этих материалов, носят название нанотехнологии. А если я поступлю именно к вам, чему научат меня именно ваши направления? В нашем центре проводится лабораторная подготовка студентов, связанная с наноматериалами. Здесь рассматривается технология получения от макро до нано и исследование их, их свойств на различных приборах. Вы научитесь работой с оборудованием по получению наноматериалов, с приборами по их исследованию. Николай Степанович, предположим, что я успешно закончу институт по вашему направлению. Ну а куда я пойду работать? Это и химическая промышленность, это и лакокрасочная промышленность, это промышленность радиоэлектроника и многие-многие другие отрасли промышленности. Каждое утро каждого человека начинается на кухне. Вы открываете холодильник и сразу встречаетесь с достижениями холодильной техники. Садитесь в автомобиль, работает автомобильный кондиционер. Криогенная техника – это космос. Энергия Буран – это криогенная техника. Криогенная техника – это энергетика. Криогенная техника – это металлургия. Без криогенной техники, без техники низких температур, без холодильной техники в современном экополисе невозможно. Сергей Владимирович, если я поступлю, все же к вам. А что меня ждет и чему же меня научат именно на вашей кафедре? Вы сможете проектировать любые системы холодильной техники, любые системы криогенной техники, любые системы жизненной обеспечения, кондиционирования. Наши специалисты востребованы во всем умении. Кафедра поддерживает тесные отношения с такими фирмами, как Битцер, как Грасса, и Линда, и многих других фирм, которые работают на рынке холодильной и криогенной техники. Практику нашу студенту проходят в Германии, Италии, Дании. Игорь Иванович, сейчас мы часто слышим, что вот-вот кончится нефть, газ, а по окончанию этого направления в этом институте я могу надеяться на то, что, может быть, я придумаю какой-то новый источник энергии? Да, Вы правильно сказали, что запасы ископаемого топлива у человечества ограничены. И даже ядерная атомная энергетика, она не может решить проблемы, не сможет решать проблемы энергетики в будущем с учетом роста численности человечества. Поэтому разработка новых, нетрадиционных источников энергии, это очень актуальные и интересные задачи для молодых людей. Значит, вот пока у нас есть Солнце, а Солнце у нас будет существовать по предсказаниям астрофизиков еще 4 миллиарда лет, мы всегда будем иметь энергию. Поэтому это для человечества, это неиссякальный источник энергии, который даст нам электричество, который даст нам тепло, который дает нам жизнь всему существующему земной шаре. А вот я еще увидел, на одном из приборов у вас сидит лягушка. Можно посмотрю ее? Да, пожалуйста, можете взять даже. А почему-то я не смог взять их. Ну, это не лягушка, это физическая демонстрация, которая показывает нам возможности концентраторной оптики. Вот если мы снимем крышку, мы увидим, что лягушка-то настоящая, сидит на дне этого зеркала. Вот с помощью таких зеркал мы можем собирать солнечную энергию на маленькую площадь. Это позволяет сделать солнечно-энергетические системы более дешевыми, потому что цена солнечного элемента и цена стеклянного или пластикового зеркала, она существенно отличается. Значит, а теперь, Олег, я хочу вам показать реальный солнечный модуль. Уникальность его заключается в том, что солнечные элементы плавают в силиконовой жидкости. Обычно эти элементы защищают пленкой, которая отслаивается с течением времени и темнеет. И поэтому срок службы обычных элементов составляет где-то 15-20, в лучшем случае, лет, в зависимости от климата. Вот технология вот эта, российская, она позволяет увеличить срок службы по нашим оценкам до 50 лет. Именно вот такой модуль, такой же точный модуль, установлен на крыше МГУ инженерной экологии. И мы можем каждый день смотреть, сколько энергии он нам дает. Это очень важно для прогнозирования работы солнечно-энергетических установок. Также в университете существует Институт маркетинговых коммуникаций, который является структурным подразделением МГУЕ. Но и это не конец списка специальностей, представленных в этом ВУЗе. Будни студентов не ограничиваются только учебой. В университете постоянно проходят спортивные состязания. Хорошо известна секция самбо, в состав которой входят мастера спорта, занимающие призовые места на чемпионатах Москвы и России. Не менее известен яхт-клуб МГУЕ, занимающий первые позиции среди ВУЗов Москвы. Сборы клуб проводит на Иванковском водохранилище, где имеется своя спортивная база. Летом студенты имеют возможность отдыхать в спортивно-оздоровительном лагере «Петушки». Который находится в живописном месте Владимирской области. Творческая жизнь МГУЕ не стоит на месте. Постоянно проводятся игры КВН, где студенты получают возможность реализовать себя на сцене. В театральной студии ребята повышают свое актерское мастерство и занимаются постановкой спектаклей. Студенты участвуют в танцевальных конкурсах, а также организуют собственные красочные шоу. Проводятся концерты, где студенты демонстрируют свои навыки в различных музыкальных стилях и направлениях. В концертах принимают участие не только студенты МГУЕ, но и люди из других ВУЗов. Ежегодно проходит конкурс «Мисс МГУЕ», где студентки демонстрируют свою красоту и таланты. В МГУЕ каждый сможет не только получить качественное образование, но и реализоваться как творческая личность. Спасибо. Ну вот, как ты понял, я и сделал свой выбор. Теперь выбор за тобой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok